О, какие психологические ловушечки, я вам сейчас расскажу, я люблю их использовать, почему-то не так много людей их используют, но вообще они на поверхности лежат и постоянно используются в рекламе и маркетинге, я дам три штуки, очень интересные, классные, давайте начнем с первой, первая это лестница согласия, ну, знаете, вбрасывается сначала такая небольшая какая-то деталь, которую мы можем купить, есть даже специальные вот лид-магниты, когда мы предлагаем какой-то незначительный продукт, человек его оплачивает, он там стоит, ну, там, один доллар, да, например, а дальше уже человек вовлекается в более серьезные платежи, скажем так, то есть на чем состоит, идея в том, чтобы, ну, как бы заставить потенциального клиента сначала согласиться с мелочами и это упрощает уже согласие в более серьезных вещах. Какие шаги реализации можно здесь предложить, да, в плане маркетинга, вот вашего продукта, да, первое это начать с малого, то есть мы задаем какие-то вопросы, ну, такие незначительные или там вопросы, или делаем предложения, которые, ну, легко принять, да, то есть получаем первое такое согласие, очень простое, это заранее можно придумать такие штуки. Дальше мы предоставляем ценность какую-то, то есть даем взамен, вот за какую-то мелочь, да, за какой-то, например, опросик, там, какой-то обязательств, например, мы даем бесплатный образец, там, какие-то, скачать какой-то чек-лист, гайд и так далее, то есть какую-то полезную информацию, полезный продукт, пробник какой-то, вот что-то такое. Дальше мы постепенно увеличиваем требования, то есть медленно, не нужно делать это быстро, нужно, ну, как бы постепенно, последовательно, иначе это будет, ну, то есть клиент, скажем так, поймет, что это манипуляция какая-то, в общем-то, и соскочит, ну, не нужно этого делать, нужно делать все постепенно и так делать, чтобы это действительно приносило пользу клиенту, а не просто там, да, это какая-то разводка. Это не разводка, это не глобальная к этому манипуляция. Просто мы ведем человека к покупке с помощью вот таких вот небольших инструментов. И мы должны избежать больших скачков в реализации вот этой модели, лестницы согласия. И дальше мы, когда уже ситуация подходит к нужному, мы доверие наращиваем, то есть какие-то основные предложения делаем свое. И уже после того, как он согласился с первоначальным предложением, постепенно, постепенно, постепенно мы ведем его к итоговому нашему предложению, которое мы ему делаем. Я уже говорил, что лид-магниты есть специальные такие штуки, которые мы платим за какую-то мелкую деталь. Кто-то в социальных сетях вам говорит, если вы хотите получить бесплатный чек-лист, гайд, то напиши там «привет» в комментарии, например. И люди пишут там «привет», «привет», «привет». Можно это прямо увидеть во многих комментариях, возможно, вы даже тоже на это попадались. И ты скачиваешь какой-то бесплатный или условно бесплатный там за один доллар какой-нибудь продукт, и это и есть вот этот магнит, который примагничивает. И дальше мы уже наращиваем с помощью вот этой лестницы согласия, когда мы шаг за шагом, постепенно, это не сразу делается, ведем человека к покупке нашего основного продукта. Это первый момент. Второй, вторая такая психологическая ловушка в маркетинге – это принцип незавершенности. Также его называют принципом «открытых окон». В общем, смысл такой, что мы всегда стремимся, чтобы действие было закончено. Часто маркетологи пользуются этим то, что нас заставляет возвращаться постоянно к одному и тому. Мы думаем о чем-то, о чем-то есть какие-то незавершенные дела, и вот даже если мы занимаемся уже своими основными делами, да, у нас есть проект, который мы ведем, и мы постоянно вспоминаем, постоянно вот он у нас незавершен, или какие-то действия незавершенные, да, там некоторые люди пишут списки даже себе каких-то дел, и потом они накапливаются, и люди даже, ну, как бы некомфортно себя чувствуют, нужно завершить это дело. Так вот как раз-таки этот принцип, да, «открытых окон» незавершенности, он на это и работает. Как реализовать его в плане маркетинга своего продукта? Сначала мы создаем какой-то захватывающий год, который представляет проблему, но не решает ее сразу. То есть нам нужно дать ему какую-то проблему человеку, да, и дальше он уже может его решить с помощью этого продукта. Но он об этой проблеме мог и не думать даже, как вот мы раньше видели такие рекламы, да и сейчас такие рекламы возникают, что существует какая-то проблема. Например, там у подростков прыщи на лице, да, вот такая проблема существует. Если о ней не думать, как бы она и не сильно там влияет, да. Но в рекламе очень часто подсвечивают, специально гиперболизируют эту проблему какую-то и создают такую незавершенность, да, то есть ты завершить ее можешь с помощью продукта. Дальше мы поддерживаем интерес, оставляем там часть информации, ну, как бы не раскрытой до конца. Да, то есть а как это сделать, как? То есть проблема уже понятна, уже мы ударили, скажем так, в сердце, да, в мозг потенциальной аудитории. Но все это незавершенная такая вещь. И дальше мы, допустим, закрываем одну историю не сразу, другую там делаем. То есть делаем такую длинную подводку к продукту, к следующему какому-то шагу. В чем это проявляется? Очень часто, вот я в своих рекламных компаниях и сайтах часто использую квизы. Вот квиз – это очень хорошая вещь на сайте, которая пользуется, да, вот проектологи этим возможностям, незакрытых окон. Если вы видели, возможно, на сайтах встречаются такие формы захвата, когда мы там вбиваем какие-то данные, нас запрашивают еще, а какого цвета вы хотите, а какого размера вы хотите. Вот такие пошаговые модели, это называется квиз. И вот этот принцип незавершенных окон, он как бы нас заставляет двигаться дальше по этим шагам и, ну, как бы довести дело до конца, скажем так. Иначе мы не знаем, а что там, что, сколько стоит в итоге, да. То есть мы хотим пройти вот эти шаги, чтобы узнать, например, стоимость. И маркетологи этим активно пользуются, я тоже рекомендую вот этот принцип, он очень мне помогает в плане сайтов, в плане разработки сайтов, форм на сайтах, и я этим активно пользуюсь. Третий принцип, о котором я хочу рассказать, это, ну, так называемый FOMO-DUO. То есть есть такое название, оно странное немножко, но, в общем, смысл в том, что это есть дуэт такой, дуэт срочности и дефицита. И мы вводим в свои рекламные продукты вот эту вот срочность, да, что продукт заканчивается, его мало, есть дефицит, и нужно решить, как бы, принять решение очень быстро, да, там, за три дня, например. Этим активно пользуются маркетологи, ставя какие-то ограничения по времени, ставя ограничения по количеству продукта. Есть лимитированные серии, вот есть, например, знаете, наверное, такая обувь интересная Crocs, и они очень часто это используют. Вот сейчас как раз вспомнил, да, такие акции, когда, ну, какая-то коллаборация идет с некоторыми брендами, да, интересными, либо с личностями какими-то, и есть лимитированная какая-то вот коллекция, да, которая закончится. И люди налетают на нее, раскупают там за несколько дней эти вещи. Точно так же и встречается в обычных, да, не брендовых, а для обычных стандартных компаний подобные вещи, мы можем это сделать. Как это использовать, вот эту рекомендацию я могу дать. Первое, это, конечно, нужно быть честным с потребителем. Всегда я рекомендую никого не обманывать и говорить четко. Если предложение ограничено, то оно должно быть ограничено, да, то есть действительно выпустили определенное количество этого продукта, и его может не хватить, да, там, такое может быть, да, или по времени, да, у нас есть ограничения по времени. То есть нужно всегда, конечно, быть честным своим потребителем. Нужно использовать данные, то есть отслеживать эффективность, и этот принцип его нельзя использовать слишком часто, потому что это ограничение, оно будет постоянно мелькать и наталкивает на мысль, что это, ну, как бы, не очень этичная, скажем так, акция. Есть такие примеры магазинов, которые вот-вот-вот сейчас закроются, вот у них идет последняя распродажа перед ликвидацией. Ну, вы знаете, эти бренды, даже называть их не буду. То есть ликвидация склада, и, в общем, там срочно успевают, такие дела. Ну, я не рекомендую использовать подобные вещи. Нужно говорить открыто, то есть использовать данные, если уже затухает там реакция аудитории, то уже надо прекращать эту акцию, не нужно ее использовать. Конечно же, нужно следовать заявленному. То есть если акция закончилась, значит она закончилась. То есть я очень часто вижу, особенно у каких-то людей, которые продают бизнес-курсы разные, там, вот, например, до конца недели действует акция, да, там, успей и так далее. Потом он говорит, что мы продлеваем еще на неделю. То есть, ну, это такое дело. Они очень хорошие, потому что следующие акции, да, подобные рекламные, они не будут так эффективно работать. Все должны понимать, что если акция завершилась, она завершилась. То есть нужно именно следовать заявленному, чтобы на будущее у нас все было хорошо, и подобные акции действительно работали. Ну, нужно, конечно, избегать сложной срочности. Я, в принципе, как уже сказал, не рекомендую использовать слишком часто, потому что это будет, ну, такое неэффективное событие. Нужно использовать там раз, там, в несколько месяцев, да, там, действительно по каким-то праздникам, не знаю, или действительно у вас стартовала какая-то акция, ну, есть там, черная пятница, да, ну, я могу понять это. Ну, просто так вот не рекомендую этого использовать, но сама тема очень интересная. Вот это ограничение, я ее регулярно тоже использую. Вот три стратегии, которые абсолютно железно работают. Используйте это себе во благо и помните, что нужно быть этичными со своими потребителями. Спасибо.